Говорит «Радио Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испанский приют для нацистов». Начнем с другой темы. Прошлому нет конца. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. У микрофона автор. Весной 95-го года нам позвонила давняя, еще по Ленинграду, знакомая Соня уже несколько лет как жительница Праги. И сказала, вы с Ириной странные люди, до сих пор не были в Праге. Такой город, особенно весной. У нас есть где остановиться, квартира большая. Приезжайте с Дашей, они с моей Аней подружатся. В моих делах в тот момент была пауза. Ирина, отпросилась на своей работе, как-то закруглили с первым классом в Дашиной школе. Если не сейчас, то когда еще? Визы в Чехию тогда не требовались. На границе просто ставили штамп по въезде. Соня стала прожанкой, выйдя замуж за Андрея Райзера. Ныне Андрей, известный фотограф, основатель агентства «Бильдерберг», прославился как портретист. В нулевые годы, помню, много хвалили его персональную выставку в Строгановском дворце в Петербурге. В нынешней Праге Андрея знают еще и как успешного, насколько я слышал, ресторатора. А Соня, увы, уже нет в живых. Умерла от рака. Трогательная темноволосая красавица, она была из тех, чей облик не стирается памятью. Родной дед Андрея, Альфред Людвигович Бем, хоть и был уроженцем Киева, происходил из семьи немецких католиков, подданных Германской империи. Выпускник Киевского реального училища Святой Екатерины он окончил Петербургский университет и к началу мировой войны уже был видным литературоведом. В 1922 году, пройдя многие испытания гражданской войны, Бем с тремя женщинами, Антониной женой, Ириной шестилетней дочерью и Татьяной пятилетней, будущей матерью Андрея Райзера, бросил якорь в Праге. Мы гостили у Райзеров, вижу по штампам в паспорте, 9 дней. За такой срок гости и хозяева нередко успевают утомить или даже сильно утомить друг друга. Но нет, как ни странно, под конец нас даже не хотели отпускать. Кажется, мы не упустили ни одного знаменитого пражского места и вида. Жаль, в те годы еще не придумали скрестить мобильный телефон с фотокамерой. Почти все снимки из той поездки бледны и невыразительно. Даше очень понравился самый крошечный дом в Праге, на Златой улице. Она сказала, что согласна там жить. И Даша, и Аня остались в восторге от театра «Латерна магика». Как-то за чаем Соня сказала. Недавно прочла, что Альфреда Бема считают достоевистом номер один в мире. Хорошее слово, правда? Андрей спросил меня, хотите прочесть воспоминания моей матери? Там она много пишет про деда. Пока это машинопись, но мы готовим издание. Воспоминания под заголовком «Украденное счастье» оказались настоящим профессионально написанным литературным произведением. Какая удача, что Татьяна Бем успела написать свою замечательную книгу, прежде чем погибнуть в 1984 году в автокатастрофе. Альфред Людвигович Бем бесследно исчез вскоре после прихода в Прагу Красной Армии. Цитирую из книги его дочери. Позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол перевезти что-то, так как они не могут договориться. Папа ушел в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником-тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом. Бедный, бедный папа! Где, в каких местах, в какой трущобе погиб он? Расстреляли ли его, приставив к стенке, или он просто умер от холода или от горя, полной тревоги за меня, за маму, за сестру? Сказал ли ему кто-нибудь перед смертью доброе напутственное слово? Кто закрыл ему глаза, кто похоронил его? Вот с этого момента я начинаю небольшое расследование, отталкиваясь от одной фразы из книги Татьяны Бем. Цитирую. «Все его друзья, старший брат, были позже расстреляны. Юрий Пятаков. В гражданскую войну имя Георгия Пятакова знали все. Бумажные денежные знаки, 12 номиналов, от 1 рубля до 10 тысяч, выпускавшиеся в 1919-1922 годах с правонародным банком, с этим наркомфином, украшала его подпись. Их так и звали – Пятаковки. Добавляю, жаль, Копейкина у них не нашлось. Дочь Бема называет Пятакова другом отца. Значит, отец называл его своим другом. Притом в уменьшительной дружеской форме. Не всякого Георгия назовешь Юрием. Оба учились в Киевском реальном училище. Бема кончил его на два года раньше друга. И позже оба в Петербургском университете. Но дальше ничего общего. Пятаков – комиссар Газбанка. Значит, руководит в том числе и изъятием всего, что может пополнить казну. Как именно это происходило, изобразил художник Иван Владимиров, который был тогда сотрудником Петроградской милиции и зарисовки делал по горячим следам. В конце 1920 года Пятаков возглавил чрезвычайную тройку по Крыму. Два других члена тройки достаточно известны – Землячка и Белокун. Итог деятельности тройки. Казнено не менее 56 тысяч человек. Такие вещи быстро становились известны в эмиграции. Но почему-то для Бема Пятаков остался другом. Не будем гадать. А перейдем к следующему сюжету. Позже они сольются вместе. Прошло 20 лет после нашей пражской поездки. Прежде чем мне попалась работа доктора исторических наук Александра Иголкина «У истоков советской коррупции», заставившая меня вспомнить мемуары Татьяны Бе. Были моменты, когда гражданская война казалась близкой к перелому. Когда Деникин дошел до Орла. РКП занималась в это время в Москве организацией будущей работы под белыми. Создание подпольных порткомов из незасветившихся коммунистов. Организация явок, закладка тайников и тому подобное. Создавала свои филиалы в городах вроде Вологда и Костромы. Подумаем, чем должен был в это время руководить комиссар Газбанка. Власть бывает легче захватить, чем удержать. Допуская варианты своего провала, руководители переворота с самого начала имели заготовленные пути бегства. В Швецию и дальше в страны, не выдающие политических. Но бегство с пустыми руками для них означало крест на дальнейшей судьбе их проекта, а главное на личных судьбах. Хорошей страховкой были чистые документы и деньги, при том на законных зарубежных счетах. О готовности к бегству, например, Якова Свердлова, говорит содержимое его сейфа, вскрытого через 16 лет после смерти хозяина. Чистые бланки паспортов царского образца, несколько заполненных паспортов на разные имена, много-много денег. Деньги уводили за границу, видимо, с первого же дня после переворота. Скорее всего, через Финляндию и, скорее всего, небольшими партиями. Но ближе к концу гражданской войны большевики умудрились одним махом вывести и спрятать за границей сразу четверть золотого запаса страны. Притом все выглядело, если не углядываться, вполне благопристойно. Статья Иголкина посвящена именно этой беспримерной махинации. С тех пор данной темы коснулись и другие авторы, в частности, англичанин Энтони Хейвуд. Но в 2004 году это должно было стать потрясением, хотя почему-то не стало. Статья так заинтересовала меня, что я встретился с автором в Институте российской истории Российской академии наук. Александр Алексеевич Иголкин, безвременно ушедший в 2008 году, пояснил. Первоначально создавался просто общак на случай бегства. Но по мере роста уверенности в победе, выведенные деньги стали направлять на подготовку революции в Германию в 1923 году, на агентуру интернационала, нужды разведки и прочее. Деньги лежали не только у стокгольмского банкира Ашберга, но и в куда более укромных местах. На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Прошлому нет конца». У микрофона автор. Личностью, прямо причастной к формированию этих укромных заначек за рубежом, был инженер Юрий Ломоносов, имевший от Ленина охранное письмо, совсем как милее здесь трех мушкетеров, на финансовые операции и бесконтрольный перевод денег за границу. Напомню, Юрий Владимирович Ломоносов вместе с депутатом Госдумы Александром Бубликовым были теми самыми людьми, которые, задержав движение царского поезда и не допустив прибытия по железной дороге в Петроград верных Николаю II воинских частей 1-2 марта 1917 года, по сути обеспечили свержение монархии. Мы уже как-то касались этой темы. Прикрытый ленинским мандатом Ломоносов заключал заказы на поставку паровозов, на тот момент избыточных в самой России, по завышенным вдвое ценам. Мало того, только в Швеции было заказано тысяча паровозов на заводе, который до этого выпускал их 40 штук в год. Аванс покрывал расширение завода под этот заказ, на что уйдет несколько лет. К участию в русском заказе привлекались другие предприятия, но без всяких открытых тендеров, за взятки. Боковой капитал в свободном распоряжении Ломоносова пополнялся и откатами от сильно завышенных сумм за сделки. Плюс дельцы возвращали ему половину неустоек, втихую согласованных, которые выплачивала российская сторона. Между тем, в голодный 1921-1922 год, унесший в России миллионы жизней, только за паровозные деньги на внешнем рынке, на каждого голодающего, можно было купить 10 пудов пшеницы. Но необходимые деньги давно были по ту сторону границы. Среди махинаций Ломоносова были и другие, кроме паровозной, но это осталось крупнейшей. Ленин скрытно курировал деятельность Ломоносова. Иголкин пишет, документация сделок по паровозным заказам, а по сути по паровозной афере, проходила как совершенно секретная. На ряде документов стоит гриф, отпечатанный в одном экземпляре, а некоторые даже написаны от руки и не рассекречены до сих пор. До декабря 1921 года Ломоносов не отчитывается ни перед кем, кроме Ленина. Ленин постоянно поддерживает своего любимца, отводит от него все нападки, и когда Красин и Дзержинский будут выражать Ломоносову недоверие, подпишет еще один мандат, подтверждающий его права. Никто не позволил бы одному человеку украсть чуть ли не четверть золотого запаса страны. Что-то к рукам Ломоносова, конечно, прилипло, но лишь потому, что дело было слишком тонкое и деликатное. Ломоносов выполнял прямые указания Ленина. Какие, остается лишь строить догадки. Конец цитаты. Знаменательно, что Ломоносову дали спокойно остаться за границей и не трогали до самой смерти. В Канаде в 1952 году. Но вот вопрос. Мог ли быть не в курсе происходившего комиссар Госбанка товарищ Пятаков? 8 ноября 1920 года Ломоносов сообщает, что в Ревеле им принято 432 ящика, заключающих в себе российской золотой монеты, на 25 миллионов 920 тысяч рублей. Могли ли эти ящики покинуть хранилище Госбанка без ведома Георгия Пятакова, как и другие ящики в предыдущих транзакциях? С высокой вероятностью Пятаков узнал и о конечных адресатах. После своей работы, назовем это так, в Крыму, Пятаков к Госбанку отношения уже не имел. Хотя Пятаковки печатались еще не меньше года. Коллеги относились к нему с растущей настороженностью. Вел он себя скандально, много пил, в конце 20-х дружился с Николаем Ежовым, любил гостить у него на даче. Общение было высокоинтеллектуальным. Вот отрывок из показаний подсудимого Ежова в 1940 году. Пятаков, подвыпив, любил издеваться над своими соучастниками. Был случай, когда Пятаков, будучи выпивший, два раза меня кольнул булавкой. Я вскипел и ударил Пятакова по лицу и рассек ему губу. При этом Пятаков выезжал за границу, а 1927 год провел во Франции в качестве торгпреда, будучи носителем одной из самых чувствительных тайн большевиков. Кого-то наверху из тех, совсем немногих, кто в курсе, рано или поздно должен был осенить вопрос о круге близких контактов Пятакова, людей, с которыми тот теоретически мог бы по пьяне поделиться государственной тайной. Наиболее вероятных убрали по разным выдуманным обвинениям уже после расстрела самого Пятакова. Все они были внутри СССР, легко доступны для органов, деться им было некуда. В этом списке его жена Людмила, сестра Вера, брат Юрий, брат Иван, брат Александр, официально пропал без вести, сын Юрий, то же самое. Кого еще? Боюсь многих, но этого мы уже не узнаем. А вдруг Пятаков поделился своей тайной с кем-то за границей? Вспомнили друга юности Альфреда Бема. Мог ведь Пятаков заглянуть в Прагу. Правда, Альфред Людвигович был пока вне досягаемости наших славных органов. Пока. Не забыли и Отто Бема, работавшего в Москве в наркомате просвещения. Они с Пятаковым почти ровесники. Заведомо были знакомы в киевской юности и вряд ли раззнакомились в Москве. Отто Людвигович Бем был расстрелян в 1938 году. Тайна гибели Альфреда Бема осталась неразгаданной. Физически немощный литератор. Он весил 42 килограмма. Пусть и враждебной советской власти не представлял для этой власти никакой опасности. Правда, на протяжении 15 лет он входил в руководство эмигрантской партии «Крестьянская Россия», хотя в 1934 году вышел из ее рядов. Политическая сила этой партии была нулевой. Но она исповедовала активизм, то есть не сидение сложа руки. И Лубянка хитро втянула ее в свои игры. Руководство «Крестьянской России» могло располагать секретами ходоков на ту сторону и адресами каких-то схронов и тайников. Часть этих адресов наверняка были выдуманными. И как раз это делало носителей подобной информации опасными для Лубянки. Что же касается друга юности, пьяницы и болтуна, он мог, конечно, наболтать лишнего. Скорее всего, не наболтал. Но мог. Лучше перебдеть, чем недобдеть. В общем, шансов уцелеть у Бема не было. Закрою это окно в ад и вернусь в пространство памяти. Вернусь в радостную майскую Прагу 1995 года. Она еще бедновато. В подземных переходах чем-то торгуют вьетнамцы. Коренные торгуют на Карловом мосту. Большинство автомобилей старые, да и самих автомобилей на улицах маловато. Но уличная толпа улыбчива, кафе полны, постоянно слышен молодой смех. Мне сразу понравилась та решительность чешского языка, которую ему придает ударение на первый слог. Случайный разговор для меня звучал первое время, по крайней мере, полемикой людей, равно и твердо уверенных в своей правоте. На улице семилетняя Даша сразу проявила языковедческие способности. Правда, она уже знала, кроме русских букв, и латиницу. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что надпись «Зерцатла блудишь ты» означает «зеркальный лабиринт». Ее не смутили даже диакритические знаки над буквами. Филологический склад ума, единожды дав о себе знать, больше не таился и со временем привел Дашу на филфак МГУ, а сегодня за ее плечами два десятка переведенных с английского книг, многие тысячи страниц. Моя старшая дочь Анна почти столь же успешна, как переводчик, но с немецкого. На волнах «Радио Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Прошлому нет конца. У микрофона автор. Нам показали часы. Они высятся над старинным еврейским кладбищем, идущие в обратную сторону. Интересно, сколько я раз не упоминал об этом дома. Даже люди, бывавшие в Праге, почему-то не верили, что такое может быть. Хотя я сам, набравшись терпения, убеждался в этом дважды. В классе в пятом я видел чехословацкий фильм «Пекарь императора». Не просто цветной, а для того времени необычно яркий и красивый. Это была попытка превратить в комедию довольно жуткую легенду о големе. Несокрушимым глиняным мстителе, которого создали раввины, аккурат под часами, идущими вспять. Эти подробности в фильме опущены. Фильм строится на сходстве императорского пекаря, заточенного в темницу за недостачу королевских рогаликов, и самого императора. Голема изготавливают астрологи и алхимики. И всё смешно. Но вот в отверстие, во лбу глиняного чудовища, алхимик вкладывает некий камень. И мне кажется, что ничего страшнее я не видел даже в знаменитых фильмах ужасов. Мистический заряд этого движущегося на вас с экрана чудовища – это что-то за пределами кинематографа. Удивительная быстрота, с которой пробудилась чешская литература, лексикография, поэзия, историческая наука, музыка, фольклористика – учитывая малочисленность самих чехов того времени – вызывает почтительное изумление. В Европе в это же время схожие процессы происходили ещё в нескольких странах. И там, где свой былинно-героический эпос был утрачен, появлялись талантливые подделки. Это поэмы Ассиана, кроледворская рукопись, как раз на чешском, или авторские эпосы, как Калевала, не выдававшие себя за народные. Их усваивали и впитывали жадные повсеместно. Начиная со второй половины XIX века, Чехия была уже неузнаваема. Уже ничто не смогло бы свернуть эту нацию с её нового пути. Я упомянул фольклористику. Дома у Райзеров мне попалась детская книжка на русском языке, видимо, Анечкина, с чешскими народными сказками. Меня потрясла одна – про весёлого разбойника Янышика. В свою ватагу он принимал только тех, кто был способен, держав в двух руках по заряженному пистолету, прыгнуть через костёр и в прыжке отстрелить две ёлочные верхушки. Попадись мне подобный сюжет даже в сборнике про ковбоев, я бы и то решил, что автор хватил лишку. Ослепительная деталь заслонила для меня, какие же подвиги совершил Янушек и его стрелки из двух пистолетов. Могу лишь гадать, но одно правило я для себя тогда вывел. Слишком яркая деталь не должна вытеснять остальной и основной посыл вашего повествования. Туристский сезон только начинался, но даже под вечер на одной из площадей надо было слегка протискиваться под русский голос экскурсовода и общеизвестную историю. Моцарт жил в этом доме, когда сочинял Дон Жуана, но его приходилось запирать в своей комнате и не давать ему денег, иначе был риск, что опера никогда не будет закончена. Кажется, именно на этой площади начиналась бархатная революция, феномен, вызывающий у меня бесконечное уважение к народу тогдашней Чехословакии. В полтора месяца без единой жертвы сменить общественный строй, продержавшийся ровно полвека, при том, что полного единодушия в тот период в стране не было, его вообще не бывает нигде и не может быть никогда. Я могу объяснить это только уникально высоким уважением и доверием граждан друг к другу. Мы же все свои, мы договоримся, не надо насилия, не надо кровопролития. Эта революция стала примером, образцовым сценарием для остальных стран Восточной Европы, кроме Румынии, где пролилась кровь. И большая удача, что Чехословацкая произошла первой. В тот приезд меня восхитило в Чехии многое. Чехословакия только что разделилась на Чехию и Словакию, и я расспрашивал русскоговорящих, не слышно ли ворчание по поводу того, что Словакия, к примеру, унесла с собой какой-то важный кусок Чехии. Никто не припомнил ничего подобного. Это был, как мне сказали, идеальный раздел, он же развод. Исторически недавно, в 1938 году, посол Чехословакии в Лондоне, Ян Масарик, с горечью убедился, что в английском парламенте было мало депутатов, знавших хотя бы где находится Чехословакия. «Во время беседы с влиятельными политиками я показал им на карте нашу страну, и у меня осталось впечатление, что они видят ее впервые. Задумчиво посмотрев на карту, один из них сказал, какая забавная форма у вашего государства. Можно подумать, что перед тобой большая сосиска». Вряд ли сегодня найдется политик, который рискнул бы произнести нечто подобное. Сегодня Чехию, страну с населением в 10 миллионов человек, как я слышал от одного чеха, населением оптимальным и идеальным, знают и уважают везде. Нация, которую судьба терзала на протяжении почти пяти веков, щедро вознаграждена, экономически успешная, благоустроенная, красивая, уверенная в себе, она пожинает плоды. Она никому не завидует, многие завидуют ей. В 20-е годы Карел Чапик в своих прогулках по Праге горевал. «Нам было бы лучше, если бы у нас был хоть кусочек моря». Море – это весь Божий мир. Дорога в мир. Распахнутые ворота во все стороны мира. Во времена Чапика путь к морям пролегал через границы и визовые барьеры. Ныне это уже не актуально для чехов. В Европейском Союзе они просто выбирают, к какому из морей хотят попасть и сравнивают расстояния. Это теперь и их моря тоже. Прошлому нет конца. Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Продолжим программу. Испанский приют для нацистов. После Второй мировой войны сотни нацистов, в том числе и те, кого разыскивали за военные преступления, укрылись в Испании. Многие из них навсегда там и остались, пользуясь симпатиями со стороны режима диктатора Франсиско Франко. Присутствию гитлеровцев на Иберийском полуострове посвящена недавно вышедшая в издательстве Аль Мусара в Испанской Кордове книга профессора Малакского университета Хосе Мануэля Портеро «Нацисты на солнечном берегу». На эту же тему написана ранее опубликованная работа журналиста Хавьера Хуареса «Волчье логово». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий. В годы войны Испания, хотя и заявляла, что является нейтральной, не воюющей стороной, фактически была союзницей Германии ее сырьевой и толовой базой. Здесь действовали десятки агентов Абвера и Гестапо. Они создали сеть сторонников Германии среди местных элит, контролировали средства информации. В Германию поставлялся испанский вольфрам, железо, цинк и свинец. Кроме того, Испания посредничала в поставках в рейх сырья из Латинской Америки, вербовала для него рабочую силу, а в испанских портах обслуживались немецкие подводные лодки, в госпиталях лечились после ранения военные моряки. Немцы за все щедро платили. Таким образом, ко времени окончания войны здесь уже существовало пронемецкое лобби, порядком заработавшее на сотрудничестве с Германией и готовое помочь беглым нацистам. Профессор Хосе Мануэль Портеро. Действительно, нацисты нашли для себя подходящее место. И это объясняется разными обстоятельствами. В первую очередь тем, что Испании не были чуждой идеей национал-социализма, а посему она с радостью распахнула перед этой публикой свои двери. Более того, многим скрывающимся от международного правосудия лицам было предоставлено испанское гражданство. Для пущей конспирации им даже меняли немецкие имена и фамилии на испанские. Разумеется, без созданных заранее структур, без поддержки франкистской диктатуры, администрации и фаланги правящей партией фашистского типа гитлеровцы не смогли бы поселиться в Испании. Население под влиянием пропаганды тоже было расположено в их пользу. Большую поддержку нацистам оказала и испанская католическая церковь. Одним из наиболее известных вояк Третьего рейха, выбравших для жизни Испанию, был Отто Скорцений. Он прославился тем, что освободил в 43-м году по заданию Гитлера из-под ареста Муссолини, а позднее похитил сына венгерского регента Миклоша Хорти. Скорцений прожил в Испании до 1975 года, до своей смерти. Рассказывает Хавьер Хуаррис, автор книги «Волчье логово». Скорцений поселился в Испании в 51-м году. В Мадриде, в самом центре, на проспекте Гран-Виа, он открыл свой офис, представлявший интересы немецких металлургических компаний. Эсэсовец, герой Рейха с испанским паспортом на имя Пабло Лерно завел знакомство в высших кругах страны с теми влиятельными деятелями, кто особо симпатизировал Германии. Так дружба связывала его с Карреро Бланко, будущим премьер-министром Испании и другими деятелями франкийского режима. Они помогли ему получить крупные государственные заказы, к примеру, на строительство взлетных полос на американских военно-воздушных базах в Испании или на реконструкцию железных дорог. Благодаря связям он выгодно для себя продал испанской железнодорожной компании 200 локомотивов иностранного производства. При этом нацист оперировал в Испании солидными капиталами. Разумеется, из всего этого не следует, что Скорцени вдруг превратился в законопослушного добропорядочного коммерсанта. Свой бизнес он совмещал и с другой деятельностью, часто незаконной. Так он помогал уйти и от преследования военным преступникам способствовал их переезду в Испанию или Латинскую Америку. Нацист также промышлял контрабандой оружия. Хавьер Хуарес. Скорцени со временем переключился на контрабанду оружия. Он также выступал в качестве советника египетского правителя Нассера и аргентинского Перона, сотрудничал с французской ОАЭС, ультраправой террористической организацией. В Испании в начале 70-х годов он пользовался влиянием среди местных ультра, помогал создавать неонацистские ячейки. В его офисе в Мадриде печатались их пропагандистские материалы. Со временем его преуспевающий бизнес потерпел крах, ведь Скорцени был посредственным предпринимателем. На первых порах он держался благодаря немецким промышленникам, оказавшимся после войны в деликатной ситуации из-за своих связей с гитлеровским режимом и стремившихся хоть как-то пристроить свои капиталы. Но потом, когда положение этих людей в Германии стабилизировалось, источник капиталов иссяк, и нацист был вынужден посвятить себя контрабанде оружия. Отметим попутно, что Скорцени, в отличие от многих других нацистов, преследовался недолго. А вот Ариберт Хайм по кличке Доктор Смерть разыскивался всю жизнь, так как ему вменялись в вину преступления против человечности. Будучи одно время врачом в концлагере Маутхаузен, он ставил садистские эксперименты на заключенных. Преступника искали в Австрии, Германии, в разных странах Латинской Америки и даже в Египте, где он якобы принял ислам и изменил имя. Поиски прекратились лишь 12 лет назад, поскольку Хайма уже не было в живых. Эфраем Зуров, директор офиса центра Симона Визенталя в Иерусалиме, координатор исследований нацистских военных преступлений, считает, что этот деятель одно время скрывался где-то на восточном побережье Испании. Рассказывает Хавьер Хуарис. Доктор Смерть был австрийцем. Он изучал медицину, а вскоре после начала Второй мировой войны был назначен врачом в Маутхаузен. Хайм вводил шприцем, узникам в сердце различные токсические вещества и наблюдал, сколько времени продлится их агония после той или иной инъекции. За месяц он умертвил таким способом не менее 200 человек, в том числе узников-испанцев. По некоторым данным, Хайм одно время, уже будучи в преклонном возрасте, проживал в Испании. Его искали в домах для престарелых в провинции Жерона. Однако поиски не увенчались успехом. Доктор Смерть далеко не единственный военный преступник, укрывавшийся в Испании. Свой след в этой стране оставил, к примеру, Вальтер Кучман, ответственный за уничтожение евреев в польском городе Бжезиной и в некоторых городах Украины. Его имя упоминается в одной из книг охотника за нацистами Симона Визенталя. В Испании этому гитлеровцу пришлось скрываться, поскольку его усиленно разыскивали американцы и англичане. Кучман сначала нашел приют в Мадриде в монастыре францисканцев, а потом покинул Испанию, переодетый монахом и с фальшивыми документами. Умер нацист в Аргентине в 80-е годы, где его, в конце концов, разыскали и собирались депортировать. В Латинской Америке теряются следы и дипломата Райнхарда Шпицы, который в годы войны работал в Испании и активно сотрудничал с Сабвером, органом немецкой военной разведки и контрразведки. По заданию шефа этой организации Канариса он участвовал в попытках заключить сепаратный мир с западными союзниками по антигитлеровской коалиции. В Аргентину, подальше от Европы, он перебрался в 48-м году. Следует отметить, что если в первое время своего пребывания в Испании нацисты помалкивали, таились, стараясь не обращать на себя внимания, дабы не вызывать гнев мировой общественности, то со временем они осмелели и некоторые из них стали даже тиражировать свои мемуары. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский приют для нацистов». Рассказывает Виктор Черецкий. Журналист Хуарес. В конце 80-х годов бельгийский нацист Леон де Грель дал интервью испанскому телевидению и журналу «Тьемпо». Он отрицал Холокост и даже задал циничный вопрос журналисту, почему сегодня так много евреев, если их действительно уничтожали в массовом порядке в газовых камерах. Единственная, кто восстал против подобных рассуждений, была румынская еврейка Виолетта Фридман, которая жила в Испании и у которой вся семья погибла в Аушвице. Она написала ряд писем в испанские газеты, протестуя против высказываний Дегреля, а также подала на нацистов суд. Дело рассматривалось семь лет, поскольку оправдательные решения, принятые под предлогом уважения свободы слова, ей приходилось оспаривать в высших судебных инстанциях. В конце концов, Верховный суд Испании в 1991 году признал правоту Виолетты Фридман. Он посчитал, что Дегрель нанес оскорбление еврейскому народу. Нацист отделался штрафом, то есть решение суда не было суровым. Дегрель не понес должного наказания. Кстати, речь идет об одной из наиболее одиозных фигур мирового фашизма. Дегрель, бригаденфюрер, командир 28-й добровольческой дивизии СС Волония. В упомянутых интервью он хвастался, что Гитлер, вручая ему очередной крест, заявил, «Если бы у меня был сын, то я бы хотел, чтобы он был таким, как вы». В Бельгии Дегрель был дважды заочно приговорен к смертной казни. Франко на первых порах отказался депортировать его, мотивируя отказ с гуманитарными соображениями, мол, бывший эсэсовец покалечился и находится в тяжелом состоянии. Затем бельгийцам заявили, что этот деятель исчез. На самом деле его спрятали в испанской глубинке. Впоследствии Дегрель открыл в Испании строительную фирму и стал преуспевающим бизнесменом Хавьер Хуарес. Дегрель был лидером бельгийских фашистов. Он вступил в СС и отправился на Восточный фронт. Окончание войны застало его в Норвегии. Оттуда 7 мая он сбежал на самолете в Испанию. Долететь до Мадрида не смог, не хватило бензина. Самолет рухнул прямо на пляж города Сан-Себастьян и Дегрель при этом довольно сильно пострадал. Раненого снабдили испанскими документами и он, побыв некоторое время в Мадриде, был отправлен для выздоровления в поселок Константино в провинции Севилья. Там бельгиец со временем приобрел поместье под названием Карлина, где построил огромный дом. Это поместье в 50-е и 60-е годы являлось штаб-квартирой нацистов, укрывавшихся в Испании. К примеру, частым гостем там был Отто Скорцени. Есть даже фотографии, изображающие его с Дегрелем. Умер бельгиец естественной смертью в 1994 году на одном из курортов Солнечного берега на юге Испании. Испанское правительство так и не выдало его Бельгии. Между тем, Дегрель не посвящал себя в Испании лишь предпринимательству и встречам с ностальгирующими ветеранами. Благодаря активной пропаганде идеи Гитлера он сделался кумиром европейского неонацизма. К нему в Испанию стекались сотни обожателей из разных стран, чтобы услышать из его уст байки о величии рейха, фюрери и подвигах на Восточном фронте. Особо опекал Дегрель испанских неонацистов. С его участием в стране возникла их организация под названием Седады. Профессор Хосе-Мануэль Портеро. Где бы он ни находился в Испании, его всегда навещали молодые неонацисты, для которых он был живой легендой. Считается, что в гостях у Дегреля побывали 15 тысяч человек. Он никогда не скрывал своих взглядов, открыто проповедовал идеи национал-социализма, выступая на конференциях и митингах ультраправых. В частности, он был крестным отцом Седады, так называемого испанского общества друзей Европы. Это неонацистская организация, созданная группой молодых испанцев. Седады распоряжалась в Барселоне издательством Европа, которое в течение 30 лет было пропагандистским центром не только испанского, но и европейского масштаба. Считается, что работа издательства способствовала росту неонацистских группировок как в Испании, так и за ее пределами. К военным преступникам негерманского происхождения, скрывавшимся в Испании, относился не только Дегрель. Под стать ему был и Викослав Лубурич по кличке Макс Мясник, один из предводителей хорватских усташей, коллаборационист, комендант лагеря смерти Ясенувац. Между тем, к середине 50-х годов в Испании образовалось несколько центров, где компактно проживали нацисты. Один из таких центров сложился в курортном городке Дэния на восточном побережье, а другой в Марбелье на юге Испании. Там они устраивали свои праздники, к примеру, по случаю очередного дня рождения фюрера. Примечательна в этом смысле история Герхарда Бремера Хавьер Хуарис. Герхард Бремер был оберштурмбан фюрером, подполковником СС. После пребывания в лагере для военнопленных во Франции он перебрался в 1948 году в Испанию, в Дэнию. Бремер считается основателем нацистской колонии в этом курортном поселке в провинции Аликанте, поскольку следом за ним туда отправились многие бывшие гитлеровцы. Нацист занялся строительством и продажей недвижимости. Коттеджный комплекс, рассчитанный на иностранных отдыхающих, он назвал своим именем. Комплекс использовался также как база летнего отдыха бывших эсэсовцев. Ну а каждый год 20 апреля в день рождения Гитлера Бремер организовывал праздничное застолье. Сам он облачался в свой старый мундир. Гости поминали фюрера. Участником подобных праздников в Дении был Отто Ремер, в свое время один из самых молодых генералов Вермахта. Тот самый Ремер, что отличился при подавлении антигитлеровского заговора в июле 44-го года, арестовав большинство заговорщиков. После войны он пытался заниматься политической деятельностью в Германии, затем работал военным советником в Египте, а на старости лет вновь увлекся политикой, организовал так называемое немецкое освободительное движение. В 94-м году ему пришлось уехать в Испанию. Хавьер Хуарис. Этот деятель после окончания Второй мировой войны был арестован, а когда вышел из тюрьмы, основал неонацистскую организацию в Германии, социалистическую имперскую партию. Она была запрещена в 52-м году. Ремер тоже был большим Скорцени. Вместе с ним торговал оружием на Ближнем Востоке. После возвращения в Германию он опубликовал статьи, в которых оправдывал гитлеровский режим, отрицал Холокост и газовые камеры. Немецкий суд приговорил его к 22-м месяцам тюрьмы за пропаганду геноцида и расовой ненависти. Но в тюрьму он не сел. В возрасте 80 лет эмигрировал в Испанию и поселился в Марбелье, где и умер в 1997 году. Германия требовала вернуть Эмера, но Мадрид отказался его выдать. Одна из наиболее зловещих фигур, оставивших свой след в Испании, Ханс Хоффман, член нацистской партии и сотрудник гестапо. Он работал в посольстве Германии в Мадриде. Затем был переводчиком Гитлера на переговорах с испанцами и переводчиком испанской голубой дивизии, воевавшей на Восточном фронте. Считается, что он играл ключевую роль в неудавшейся попытке Гитлера заменить диктатора Франка на более лояльного Германии испанского генерала Агустина Муньоса Грандеса. В конце Второй мировой войны Хоффман вновь объявился в Испании, был членом подпольной организации, название которой Огр, мифический великан-людоед, говорило само за себя. В этом качестве нацист участвовал в похищении в 44-м году укрывавшегося в Испании немецкого дипломата-диссидента Эриха Хаберляйна и его супруги. После войны он, как и многие его соотечественники, занимался продажей недвижимости. Профессор Портеро Огр присматривал за самими нацистами, за чистотой их идеологии, чтобы в их среде не возникало никаких оппозиционных настроений, никаких отклонений от идеалов национал-социализма. Это была креатура гестапо. Хоффман был активным участником сети. В частности, он подготовил похищение сотрудника посольства Германии в Мадриде Хаберляйна и его жены, испанской гражданки. и его женщина, испанской. На волнах радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский приют для нацистов». Рассказывает Виктор Черецкий. Многие нацисты бежали в Испанию не с пустыми руками. Они везли с собой награбленные золото, драгоценности, что и позволяло им открыть в Испании свой бизнес. Финансовые возможности беглецов служили дополнительным стимулом для франкистов, чтобы не выдавать их. Режим испытывал острую нужду в капиталовложениях. Впрочем, некоторые нацисты за неимением золота везли с собой на продажу произведения искусства, похищенные в оккупированной Европе, в частности у евреев. До сих пор некоторые из этих произведений обнаруживаются в частных собраниях испанцев или даже в музеях. К примеру, широко известна многолетняя тяжба прежних владельцев с мадридским музеем Тисона Борнемиссой из-за полотна Писарро «Улица Сент-Оноре после полудня эффект дождя». Показателенный скандал вокруг картины из коллекции эсэсовца Хербера Шефера. Хосе Мануэль Портеро продолжает. Нацисты были большими любителями произведений искусства, особенно чужих. Везде, куда они приходили, они похищали эти произведения. Сначала грабеж носил беспорядочный характер. Затем была создана специальная группа экспертов, которая шла за военными и забирала в музеях и у частных лиц все ценное, будь то картины или иные произведения искусства. Ну а Шефер был немецким адвокатом и членом СС. После войны он жил на юге Испании в шикарной квартире в поселке Бенальмадена располагал солидным собранием картин. Некоторые из этих картин он выставлял в Американском Ельском университете. Среди них оказалось полотно Гюстава Курбе «Большой мост», которое в годы войны было похищено у еврейской семьи Жозефины Вайнман. Шефер так и не смог объяснить, откуда у него эта картина, и она была передана владельцам семье Вайнман. Среди принцу Максимилиану Гогенлое. Он был сторонником нацизма, хотя военных преступлений не совершал и международным судом не разыскивался. После войны аристократ поселился в Марбелье. Считается, что благодаря его предпринимательской деятельности этот ранее никому неизвестный поселок стал одним из самых популярных курортов Средиземноморья. Так что о Гогенлое в Испании вспоминают с благодарностью. А между тем в годы войны он выполнял довольно сомнительные поручения нацистов, для чего сотрудничал с уже упомянутым дипломатом Шпицей профессор Портеро. Максимилиан Гогенлое был человеком известным. Он имел обширные связи по всей Европе, владел несколькими языками, посещал разные страны. Адмирал Канарис, руководитель Абвера, использовал эти возможности принца. В частности, ему было поручено вступить в контакт с союзниками, с деятелями, которых он знал лично, чтобы организовать встречи с германской стороной на предмет заключения сепаратного мира. Серия подобных тайных встреч состоялась в Швейцарии. Однако американцы в конце концов отвергли любые компромиссы, заявив, что речь может идти лишь о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Не менее известным, чем Гогенлое, был в Испании и бизнесмен Йоганес Бернхарт. В 1936 году он активно участвовал в подготовке военного мятежа Франко, поставлял ему транспортные средства и оружие. Но в годы Второй мировой войны его фирма Совин Дус направляла из Испании в Германию все подряд, от стратегического сырья до медикаментов. К примеру, он однажды перекупил лекарства, поступавшие в Мадрид по линии Красного Креста и направил их в Германию. Кроме того, его фирма служила крышей для агентов немецких спецслужб. За заслуги перед этими службами Бердхарту было присвоено звание почетного оберфюрера СС. Связан с гестапо был живший в Испании австрийский писатель Антон Зишко, автор научно-популярных книг. Одновременно он занимался нацистской пропагандой, а также участвовал в обслуживании немецких подводных лодок в Средиземноморье. Но руководил нацистской пропагандой в Испании и заодно контролировал испанскую прессу Йозеф Ханс Лазер. Этот деятель был настолько предан нацизму, настолько фанатично выполнял свои обязанности, что его шеф Геббельс закрывал глаза на еврейское происхождение своего подчиненного. Все эти персонажи фигурировали в списке нацистов, обосновавшихся в Испании, выдачи которых требовали союзники по антигитлеровской коалиции. Всего в списке было 104 фамилии. Впрочем, профессор Портеро считает, что этот список был далеко не полным. Первоначально список нацистов, укрывавшихся в Испании, содержал не 104 фамилии. Сразу после войны в нем числилось порядка 700 человек, из которых 300 считались особо опасными военными преступниками. Франко под разными предлогами саботировал требования их выдачи. Союзники настаивали. Эти деятели были нужны не только для суда, но и для получения важных сведений, касающихся нацистского режима. Пытаясь найти компромисс, союзники уменьшили список до 104 человек. Франкистский режим вроде бы согласился их выдать, но продолжал свою игру. Так что никто из 104 нацистов так и не был экстрадирован. Между тем считается, что всего в Испанию после войны переехали порядка 40 тысяч граждан Германии. Сколько на самом деле среди них было военных преступников, видимо, мы уже никогда не узнаем. Тем более, что многим из вновь прибывших помогали обустроиться не власти, а их соотечественники, уже живущие в Испании или сами испанцы. Последние для обретения новых документов для своих подопечных часто прибегали к обману. Дело в том, что во время гражданской войны в Испании 30-х годов сгорели многие архивы церковных приходов, в которых регистрировалось крещение новорожденных. Так что людям, нуждавшимся в свидетельстве о своем происхождении, к примеру, для получения паспорта, церковь выдавала документ о крещении с их слов, часто без какого-либо подтверждения личности просителя. Лица, опекавшие в Испании нацистов, пользовались этой возможностью и добывали для своих подопечных фальшивые свидетельства о крещении. На основании этих свидетельств нацисты обретали легальные испанские паспорта, получали имя и фамилию по своему выбору. Подобного рода деятельностью занималась в частности некая Клара Штауфер, единственная женщина в списке 104 нацистов. Она жила в Испании с отцом-коммерсантом уже в 30-е годы, даже обзавелась испанским гражданством. Обожала Гитлера, Муссолини и Франко, была активным членом женского отделения испанской фаланги. В 43-м году она сопровождала в Германию свою близкую подругу и лидера этого отделения Пилар Примодеривера, которую испанские фашисты прочили в невесты самому фюреру. После Второй мировой войны Штауфер развернула бурную деятельность, став доверенным лицом многих нацистов. Добывала фальшивые документы, а порой и средства для размещения беглецов в Испании или их отправки в Латинскую Америку. Есть данные, что она участвовала в организации побега в Аргентину одного из самых кровавых гитлеровцев, а именно Адольфа Эйхмана, архитектора Холокоста. Напомним, что в 60-м году этот преступник был схвачен израильскими спецслужбами, осужден и казнен. Сама же Клара, как и другие фигуранты списка 104-х, до конца жизни оставалась под покровительством Испании. Избежал какого-либо наказания среди прочих майор Карл Эрих Кюхлинталь, резидент Абвера в Мадриде, и гауппштурмфюрер Хорст Карлус Фульднер, ключевая фигура по части обустройства нацистских военных преступников в Латинской Америке. О деятельности последнего, я думаю, стоит поговорить в одной из наших последующих программ. Испанский приют для нацистов. О бывших гитлеровцах на Иберийском полуострове рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени и я хочу познакомить слушателей особенно новых сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. Другой цикл называется «Сэ лави» «Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ лави». Звучит программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомысля. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории. А иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомысля для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. такова такова небольшая панорама, предлагаемая вниманием наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте радио Свободы на странице герои Ивана Толстого. Заходите почитать и послушать. Ивана Толстого. Ивана Толстого.